Бригадир Роман Ярулов сантехник с 35-летним стажем. Сейчас он на передовой. Роман Рафикович, расскажите, что вы сейчас будете делать? Запускать отопление. Открывать задвижки. Вот в данный момент в этом доме пойдет тепло. Да, да. Серьезный момент. По узлам открываем. Давайте вместе это делать. Показывайте. Открываем задвижку, запускаем отопление. Тепло пошло в дом, но такая ситуация не везде. Район Олимпа. На данный момент здесь 7 многоквартирных домов остаются без тепла. Причина задержки отопительного сезона носит криминальный характер. Улица Черемшанская, 116. Это один из тех домов, что остался без тепла по причине банального воровства. Какие-то хулиганы поснимали сбросные вентиля с системы центрального отопления. Вот сорванные вентиля. Чтобы подать тепло в дома, управляющая компания восстанавливает украденное за свой счет. И также сбросные вентиля, которые стоят на стояках, для того, чтобы мы могли развоздушить систему отопления во время запуска. Все пропало? 90 процентов. По горячим следам охотников за цветным металлом поймали. Но восстановление вентилей обошлось управляющей компанией в копеечку. Тепло в эти дома сейчас начинает поступать. Сейчас пришел две комнаты горячие, а одна холодная. Я по горячим следам бегу, чтобы они по новой сделали. Но тепло-то так... Дали, дали, тепло дали, дали. Начинает уже поступать. Ну поступает тепло, а ну, видать, не успевает, а не что. Ситуацию во всех районах города каждый день отслеживают сотрудники комитета по жилищно-коммунальному комплексу. Там же открыта горячая линия. На вечер вчерашнего дня у нас где-то в среднем порядка 65 процентов жилищного фонда было обеспечено теплом. Оставались только частично регулировочные работы. На сегодняшнее утро дома продолжают открываться. Отопительный сезон стартовал и, как всегда, не совсем гладко. Но все же Первомайский район. Здесь замена сетей уже завершена. Идет плановый запуск. Проспект автостроителей 29 меняет трубы. Западный район города. Порыв на улице Гончарова устранили за ночь. 167 домов уже получили тепло. 11 и 11 А микрорайоны подключают. Центральный район, район Химаша. В данный момент здесь подают тепло, открывают задвижки. Есть небольшие проблемы по улице Вокзальной. Куйбышево 50 лет октября. Но все работы сейчас ведутся и аварийные ситуации устраняются. В оставшиеся без тепла дома обещают подать тепло до конца этой недели. Татьяна Баловна, Евангелика Боровинок. Наше время.